Я кратенько сначала резюме дам доклада, чтобы публика смогла ориентироваться в том, что будет, поскольку там много материала, он довольно разнороден. Поскольку говорим мы о попытке объединить разные ветви физики в одну единую модель-теорию, я начну с квантовой механики. Показав, как можно переформулировать квантовую теорию, сведя ее к классической теории, избежав необходимости введения аксиомы существования волновой функции. И дальше покажем, откуда берется постоянная планка по физике, откуда она возникает. И в качестве такого бонуса, что ли, посчитаем эту постоянную планку из первых принципов, то есть просто из космологии. Ну а дальше я покажу тоже некоторые возможные варианты, скажем так, экспериментального подтверждения того, о чем мы говорим. Все, о чем мы будем говорить, сделано в линейном приближении, потому что квадратичные и биквадратичные поправки, они достаточно малы в силу огромного размера Вселенной и в малости кривизны столярной. Поэтому им просто можно пренебречь, забыть и кого-то не существует. Ну, поехали. Значит, прежде всего хочется отметить, что квантовая механика приживалась довольно тяжело, много людей было против нее. И тут стоит отделить старую квантовую теорию, это квантовая теория Боро-Замерфельд и новую квантовую теорию, которая была сделана в 25-м году в Черне. Эта новая квантовая теория, которая базировалась на понятии, на аксиоме существования волновой функции, она была сделана только для вещества. Причем стоит отметить здесь, что у нее исходно были очень странные свойства, ну, такие, скажем, как вот псифункция, да, что такое, до сих пор, в общем, идут дебаты. Хотя говорится, что это плотность вероятности, но, насколько я знаю, до сих пор не существует математической теории вероятности, основанной на комплексной псифункции, чтобы ее квадрат был равен вероятности. Просто это не сделано, до сих пор спорит пошло. Вот, плюс к этому такие странные детали, что квантовая механика, вот эта классическая, ну, скажем, третий том ландавшица, да, она работает для прямоугольных потенциалов, что вообще является нонсенсом. Как мы знаем, такие вещи, как прямоугольные потенциалы, где на границах производные рвутся, и они, в принципе, могут быть рассмотрены только в рамках фурье-теории. Образовав все это дело, можно как-то посчитать, а в классике никак. Так, вот это тоже намек очень интересный. В свою очередь, квантование электромагнитного поля было произведено только 25 лет спустя, успешно, да, по глупту Блейлеру это удалось сделать. То есть, фактически, запрягли телегу впереди лошади, получилось так, потому что понятно, что квантовая теория, она должна произрастать из электромагнитного поля. Но, вот, исторически вышло так, что сначала проквантовали вещество, не зная, где у нас там поле возникает, если вы посмотрите, тоже прийти дома Ландоулевшица, вы обнаружите, что там, ну, по крайней мере, в первых двух третях книжки электромагнитного поля нет. То есть, решаются задачи, считаются вероятности переходов, энергии, разных потенциалов, а вот того, собственно, чем все это происходит, из-за чего все это возникает, не возникнет. Здесь я привел высказывание уважаемых людей. Видно это дело? Можно читать с задним пидом, да? Хорошо, тогда я не буду это начитывать. Просто Феймана, действительно, почитаю, который сказал, что, думаю, я с уверенностью могу сказать, что квантовую механику не понимает никто. Ну, действительно так. Несмотря на то, что люди могут говорят, обсуждать, что такое электрон, почему он не падает на ядро, что такое фотон, на самом деле, вот, это все работает, вся эта терминология и понятие, понимание работает в рамках модели. Модель, как мы знаем, ущербная, да? Она, до сего дня, мы не можем объединить квантовую теорию с классикой и квантовую теорию с гравитацией. Это разные модели, разные теории. Ли Смолин опубликовал в шестом году книжку, что такое пантовая теория, который говорит, что мы не знаем, что такое пантовая теория. Это физик, довольно известный, который работает в институте периметра в Канаде. И, в общем, пришлось принять утверждение Дэвида Мервина, довольно известное, который сказал, заткнись и считай. Работает теория, слава богу, давайте его обсчитать, эксперимент обсчитать можем, а что это за теория, давайте не будем думать. Вот так все это исследовано. А здесь я приведу парадокс Эйнштейна-Падольского-Розена. На самом деле тоже это очень тонкое место, которое до сих пор является предметом дискуссии. Мне довелось дискутировать с одним товарищем, который работает в ЦЕРНе. Он довольно известный физик, хороший физик, крепкий, в разных областях работает. Он объяснил так, что происходит. ЦЕРН, ускоритель, это большая труба, метров там 6. В центре происходит событие, после чего так называемые волны вещества начинают распространяться в детекторах, которые расположены по радиусу, по периметру этой самой трубы. И дальше, если, скажем, Олеса на одном конце трубы сидит, и она померила у себя поток частиц, которые выскочили отсюда, то она может сразу сказать, пересчитать, что произошло у ГОБА в тот же самый момент. То есть нарушается причинность. Мы имеем тут сигнал, который распространяется в два раза быстрее, чем скорость света формально. В этом заключается парадокс Эйнштейна-Падольского-Розена. То есть коллапс волновой функции – это проблема. Здесь перечислены некоторые, не все. Всех очень много проблем. Здесь перечислены такие наиболее вопиющие проблемы, стандартные модели. Это коллапс волновой функции, который уже был указан здесь. Не ренормировалась в общем случае теория. То есть хорошо было бы, чтобы теорию, которую мы построили, исходно берем Лагранжан. Мы выписываем все уравнения. Хорошо было бы, чтобы можно было посчитать окончательный результат и сравнить то есть эксперимент. Но в общем случае получается бесконечность. Несмотря на то, что Лагранжан выписан правильно. Это вот то, что называется неренормированностью. Проблема тонкой настройки. Почему Вселенная при наличии различных параметров именно вот такой имеет вид? Тоже вопрос открытый. Наличие большого числа констант модели. Стандартные модели, их порядка сотни или 150. То есть на самом деле модель стандартная выглядит не как модель, а как, скажем так, подгонка нашей теории под то, чтобы объяснить эксперимент. Да, мы можем 150 этих констант менять, согласовать экспериментам, вроде как все идет. Но возникают проблемы, в частности стандартная модель не может предсказывать ничего. Мы можем объяснить задним числом, но поскольку масса констант предсказаний с трудом получают. Проблема реликтов монополий. Они в модели есть, в реальности их нет. Ассоциация нейтрино не предсказывает стандартной модели. В качестве возможного ухода от проблем, напомню, что стандартная модель, это модель, базирующаяся на квантовой теории поля, которая работает с теми самыми волновыми функциями и считает объекты точечными. Если у нас объект точечный и есть проблема бесконечности и ренормированность, то вполне логично попытаться уйти от этой проблемы, сделав объекты протяженным. В этом случае мы, по крайней мере, уходим от сингулярности в некотором смысле. Таким образом были придуманы струны. Но со струнами тоже проблема, потому что уже лет 30 их пытаются как-то продвинуть, развить. Идут конференции, масса умнейших людей пытается здесь как-то пробить стену. Но, первое, предсказаний нет. То есть это просто некая математика, которая не связана с реальным миром. И вот на недавнем конгрессе Брайан Грин, это известная очень величина струнной теории, сказал, что такое теория струн. Непонятно, почему она соответствует реальность. Дэвид Гросс, тоже один из мэкрофтеков. Мы не знаем, о чем мы говорим, что мы обсуждаем. Следующим шагом в этой бессмысленной битве можно дальше струну представить как брану. Как мембрану двумерную или энмерную. В этом случае сингулярности еще легче устраняются, но проблем возникает еще больше. Возникает проблема локализации полей на грани. Когда мы говорим о многомерных вселенных, которые имеют N измерений, мы должны неизбежно получить из них наши четырехмерия. То есть это некая брана многомерия. В этом случае возникают расходимости уже другого, несколько другого порядка, которые связаны именно с проблемой локализации. Вот, в частности, в этой статье Смолякова было показано, что просто так не удается построить даже элементарную электродинамику, поскольку уравнение получается расходящиеся. Вот еще один пример статьи, в которой показано, что стандартная модель, вообще говоря, не ренормирована в общем случае. Проблемы какие возникают с физикой сейчас? Во-первых, главная, самая большая проблема на сегодняшний день, это то, что космологическая постоянная, или, как она называет, темная энергия, из измерений 10 минус 56-й. Из квантовой теории поля она получается только для электронов и позитронов 10 минус 17. То есть, расхождение в 40 порядков. В 40 порядков величины мы попали мимо. Это не устранить никак. Конфликт квантовой теории с общей территориальности на горизонте Черных Петров. Квантовая теория, я придерживаюсь формулировок Прохорова. Квантовая теория, теория основана на аксиоме волновой функции. Квантовая механика, это квантовая теория, построенная в конечном количестве измерений. И квантовая теория поля, это квантовая теория, построенная в бесконечном числе измерений. Проблема реликтовых магнитных монополий тоже стоит в обесе роста. Проблема с инфляцией. Это уже серьезно, на самом деле. Это вот работа 2013 года, она уже опубликована в журнале, наверное, сослалась на Абстракт, где группа американская, обрабатывая данные наблюдений, из эксперимента показала, что большинство моделей инфляции неприменимы, не согласуются с тем, что мы видим в реальности. В свою очередь, общая теория относительности тоже имеет свои недостатки, очень серьезные. Наличие сингулярностей, которые заложены в самой структуре уравнения, их не избирать никак. Невозможно осуществлять большие числа, где-то кто-то дирок, отсвязывающие космологическое разговаривание величины. И космологическая константа, которая не имеет своего объяснения в рамках Орта. Она ничего не соответствует. Она вводится просто руками. Уже на закате своей жизни Эйнштейн и Шрёдингер, они, в общем, связывались, но публиковались независимо, пришли к выводу, что специальная теория относительности и общая теория относительности – это некие модели довольно грубые, которые не соответствуют реальной физике, которые должны быть расширены. И было предложено максимальная возможная геометрия, которая является геометрией Риммана-Картана. Эта теория в литературе называется теорией Эйнштейна-Картана-Шрёдингера. Хотя, в общем, Риммана там тоже присутствует. Отличается она от Риммана тем, что, если мы, скажем, работаем в Эйнштейне, то это просто плоское пространство, это специальная теория относительности, без кривизны. Ну, псевдоэйнштейне пространство, на самом деле. Если мы берем Риммана, точнее псевдо-Риммана, то это будут некие сферы или поверхности, просто имеющие кривизну изгиба. Если мы включаем еще Картановскую геометрию, то это будут сферы вот таким вот образом свернутые. То есть там, получается, вручение возникает. Эта теория на геометрии Риммана-Картана, теории Эйнштейна-Картана-Шрёдингера, хороша по многим параметрам. Первое, она удовлетворяет принцип относительности и непротивореченно для данных. То есть она полностью согласуется с тем, что мы видим. Она включает в себя фото, как частный случай, крайний случай. Второе, она возникает с необходимостью эксклюбровочной теории гравитации. Тоже никуда не деться. Третье, она свободна от проблемы сингулярности. Если мы рассматриваем Риммана, сферу, то понятно, что уравнения описывают, что она может расширяться, а может склопнуться в точку. Если Картан-Римман, то уже так не получится. Потому что там из-за кручения возникают добавочные члены, которые не дают сингулярности, не дают склопнуться в точку. В рамках этой теории, как было показано Эйнштейном и Шердингером, органично возникает электромагнитное поле и уравнение Максвелла. Как некое линейное приближение более сложных нелинейных уравнений поля. Здесь нелинейность имеет величину порядка единицы на Р, где это радиус вселенной, приблизительно. То есть очень мало. Она представляет собой наиболее естественную возможность для объяснения космологических постоянных. Как мы покажем чуть позже, просто космологическое постоянное, это то самое скалярное свертка тензора кручения. Скалярное кручение. Так, как пропустим, это проблема физики, которая считает самым главным Элис Бойлин в своей книжке. Эти проблемы, на самом деле, решаются при таком подходе. Это, что мы ожидаем от работающей теории, хотелось бы иметь. Чтобы было предсказание результатов эксперимента. Стандартная модель ассоциации Ленингрина не предсказала, мы знаем. Они были обнаружены, потом только задним числом мы их включили в Лаграджа. Она должна быть самодостаточной и замкнутой. На самом деле, стандартная модель не замкнутая и не самодостаточная. Присутствует сотни подгоночных контакт. Она не должна предсказывать ненаблюдаемые вещи. Эффекты честиций и так далее. Магнитные монополии, S-партнеры, всякие там с нейтрино, да и прочие дела. Предсказываются, но не наблюдаются. И покрывать должна эта циория все разделы физики. То есть, стандартная модель не устраивает ни одному из этих пунктов. Здесь маленький ретроспективный обзор того, что было сделано до того, как. На самом деле, начну я, наверное, вот с этой работы. Это была... Нет, нет, нет. Вот с этой работы. Пятьдесят... Нет, девяносто седьмой год. Калагера попытался получить постоянную планку, полагая, что она возникнет из некого хаотического гравитационного поля, обусловленного движением масс по Вселенной. Но эта программа не получилась. Он, на самом деле, статью-то написал, пользуясь теорией размерности. То есть, там физики нет. Там просто из теории размерности он получил некие формулы неверные и получил постоянную планку, которая отличалась от измеряемой лаборатории на два порядка. То есть, совсем так. Вот недавно появилась работа, вот это очень интересная работа, рекомендую. Милан Теркова, это из Загреба, Хорватия. Институт Тесла. Он в рамках чистой электродинамики, ничего сверх того, классической электродинамики, построил атом. И, фактически, получил все параметры. Здесь его обстановка. Значит, что можно попытаться сделать? Учитывая, что квантовая механика, для построения квантовой механики, мы с необходимостью привлекаем аксиому дополнительную к тем аксиомам, которые есть для классической механики. Классическая механика базируется на, по-моему, шести аксиомах. Привлекаем еще одну аксиому, суть которой не понимаем и откуда она берется не знаем, тогда можно построить квантовую механику. То, наверное, имеет смысл попытаться вернуться к истокам и поискать, что было сделано не так. Здесь я сошлюсь на один эксперимент. Это Демьянов, Виктор, который работает в Новороссийске. Он прекрасный экспериментатор, у него статьи по этому поводу и книжка есть, посвященная вот этому эксперименту. Он поставил в свое время серию экспериментов для выяснения фундаментальной разницы между дифракцией интерференции и экспонентной волны и электронами. Я обнаружил, что действительно есть проблема, очень серьезная. Электроны — это не волны, вещества. По Демьянову. Я с ним списался, поскольку у него статья опубликованная, она содержит только результаты эксперимента, она не содержит описания. Он сослался на книжку, он выплюгал книжку в свое время тоже, где есть и описание эксперимента точное, как все было сделано. Можно построить фундамент, скажем так, квантовой теории, но тут уже не квантовая теория. Это будет квантовая теория, скорее, Поро-Заммерфельда, которая была недоразвита, брошена в самом начале. Ее можно основать на вот этих трех работ, которые были отодвинуты, поскольку они не укладывались в русло мейнстрим. Это работа Эйнштейна пятого года, Дебай в десятом году, и вот Алан Асперт, его группа экспериментальная, которые опубликовали эксперимент, подтверждающий эти работы, опубликовали его в восемьдесят шестом году. Суть сводится вот к чему. В свое время Планк, который получил Нобеля за свою работу, Планк немножко нечестно, он там слукавил в своей работе, за которую получил Нобеля. Он рассматривал электромагнитное поле как классическое поле, а материю как квантовое поле. И получил свою формулу, в общем, не совсем честно. На что указал Эйнштейн в пятом году и Дебай в пятом году. Они, в свою очередь, получили это по-честному все, формулу Планка. И они показали, что для того, чтобы получить формулу Планка, и чтобы получить общий квантование, нам не нужно знать ничего о веществе, о осцилляторах вещества. Они показали, что вот этой формулой выражается суть электромагнитного поля, а вовсе не вещества, никакого не взаимодействия. Так что это, можно сказать, фундаментальные две работы, для всего остального, из которых следует, что квантуется, в нашем понимании, квантуется, в слове, не очень хорошее, но, скажем, квантуется, только электромагнитное поле, не вещество. Итак, вот это следует результат, уже подтвержденный, подтвержденный теоретически, экспериментально, что свободное поле электромагнитное квантуется без причинения к его предположению от использования замечающего вещества. То есть для поля электромагнитного выполняются вот эти вот отношения. Теперь мы покажем, что аксиом Гора Замертельда, которые не удовлетворяли людей, поскольку это действительно аксиомы, откуда берутся, непонятно, хотя, с моей точки зрения, аксиома существования волновой функции, Си, тоже аксиомы, которые ничем не лучше и не хуже вот этих вот групп. Вот сейчас я покажу, что эти две аксиомы, они на самом деле получаются из классической механики. Если учитывать результаты Эйнштейна, Дебайя и Аспект, то вот эти две аксиомы просто берутся из классической механики. Значит, тут мы единственную вещь, предположим, что имеются только два поля, проявляющие себя в взаимодействии на расстоянии 10-11, 10-13. Это ретромагнитное и радиационное. Ретромагнитное, у него константа связи намного больше, чем у графа поля. Поэтому мы графа поля выбрасываем с одиннадцатым, смотрим только ретромагнитное. То есть все, что мы видим, ощущаем, понимаем, измеряем это все ретромагнитное поле, ничего больше. Так, то есть единственное, необходима аксиома, вот такая получается, которая, кстати говоря, неминуемо следует из обобщенной теории гравитации, которую зарабатывал Эйнштейн и Шеллинг в конце своей жизни. Дальше это можно найти в интернете. Просто из классической механики получаем атом водорода и гармонический осциллятор. Вот так, слышим. Единственный квадрат и n, n в квантовое число. Классика, классическая физика, ничего больше. И также точно из классической физики получаем первый уровень, ворусский. Нулевая энергия гравмонического осциллятора, та самая одна вторая, которая называется квантовой добавкой, она не квантовая добавка, она классическая добавка, просто остаточная энергия, которая не может быть с лучи на фотон, поскольку фотон квантуется, его размер, а тут получается одна вторая ашамета, то есть пол фотона не излучить никак, а грызок фотона не прилетит, грубо говоря. Поэтому остается здесь одна вторая. Тоже классическая физика. Никакой квантовой физик не есть. Что такое квантовая механика? Разница. Напишем гоминтониан как система, классическая, точнее, это функция гоминтона, извините, гоминтонка, квантовая, антиобиколь. Функция гоминтона это просто энергия для замкнутой системы. Она сохраняется. Фотон выпишем как плоскую волну. Это верно в некотором приближении. В очень хорошем приближении верно. Плоская волна фотона может быть разложена по полной системе ортогональных функций Си, М, которые суть как бы показана дальше в функции собственной функции оператора Леувиля. Оператор Леувиля здесь возникает вот в этом месте. Это фактически задача штурма Леувиля. то есть что получается что если мы поставим фотон разложенный таким образом мы получим вот здесь скобочку поравняющего Леувиля собственной персоны. Где Пси функция это будет не окраиня плотность вероятности. Трактовать ее можно только как функцию собственную функцию оператора штурма Леувиля который находится вот здесь. Но учитывая что мы пришли к этому из фотона плоской волны здесь также возникают вот эти вот добавочные всякие красоты которые содержат в конечном итоге фотон тот сам фотон которого нету уравней Шеллингера вот здесь находится и мы здесь интегрируем по локализации фотона по объему. Вы знаете вот можно получить уравней Шеллингера которые стоят как представление координатам так и импульсным представлением в зависимости от того что мы почему-то интегрируем по импульсу или по координате вот два представления здесь возникают таким образом квантовая механика по сути это некая маленькая часть более общего выражения классического для функции собственной функции что мы любили и для функции описывающей потом хорошо маточная формулировка постоянная планка можно сказать что это алиматическая вариант эта проблема обсуждалась не это точнее проблема но обсуждалась задача сходная на Сальвейском конгрессе там обсуждали маятник или струну колеблющуюся у которой длина и маятник или струны увеличивается уменьшается алиматически очень медленно тогда было правильно найдено решение но оно было отложено и забыто здесь я показал что если мы возьмем некую систему скажем фотон которая распространяется во вселенной которая медленно расширяется ее привязка скалярная медленно меняется то фотон будет иметь алиматический вариант этот алиматический вариант будет в точности совпадать с постоянной планкой дальше возникает вопрос как померить эту самую константу H которая есть алиматический вариант фотона распространяющегося в медленно меняющейся кривизне померить можно просто из космологии поскольку сейчас мы уже знаем постоянную хабло это кривизна скалярная и знаем космологическую постоянную которая померена это кривизна торсионная то написав полное уравнение поле вот здесь кривизна заключается и здесь лагранжиан материи который включается в поле мы получаем уравнение Эйнштейна сворачивая которое по индексам получаем вот это уравнение для скаляра здесь скаляр кривизны пространство и здесь след тензора для материи то есть вот это уравнение я здесь развернул вот этот скалер который характеризует пространство Риммана-Картана развернул на часть Риммановскую и часть Картановскую которые померены Риммана-Картан еще минуты три вот это мы не можем никак померить вот это мы уже знаем поэтому просто-напросто получаем константу измеряем вот эти радиусы они были измерены вот здесь вот ссылка на РИСа две работы его 9-го года 11-го года вот постоянная хаббла 74-73 усредняя получаем ее где-то 74 космологическую постоянную лямбда тоже считаем из измерений которые есть из космологии вот этих параметров которые я взял из литературы получаем постоянную планку 6.6 на 10-20 на 10-20 на 10-20 лабораторное измерение 6.62 на 10-20 то есть совпадение два знака это как независимое доказательство того что идея которая объясняется здесь возможно правильно возможно экспериментальные подтверждения быстренько они есть в интернете можно все посмотреть изменение константы постоянной структуры со временем вот она альфа которая вроде постоянная а здесь лямбда и р которые меняются со временем еще одно интересное подтверждение это я выписал формулу планка но уже понимая что такое фото формуле планка возникает добавочка маленькая вот такая вот которая приводит к тому что спектр планка получается не вот такой чернотельный а двухгорбый тут маленький горбик на больших длинных лун и потом идет планка это тоже можно экспериментально проверить на сверх длинных лун искать надо этот горбик ну и выводы кратенько получено соотношение между риммановой скалярной кривизной и кривизной вселенной и кривизной постоянной показано что вследствие изменения геометрии вселенной постоянная планета тоже меняется со временем выявлен физический смысл космологической константы или темной энергии получена зависимость постоянной тонкой структуры от кривизной вселенной объяснено что такое волновая функция и снята проблема парадокса Эйнштейна Подольского Роза спасибо